Всем привет! Сегодня разберем задание из открытого банка заданий ФИПИ по математике. Профильная математика, финансовый раздел, задачи на оптимальный выбор. Антон является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары при использовании одинаковых технологий. Если рабочие на одном из заводов трудятся суммарно Т квадрат часов в неделю, то за эту неделю они производят Т квадрат единиц товара. За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе, Антон платит рабочему 250 рублей, а на заводе, расположенном во втором городе, 200 рублей. Антон готов выделить 900 тысяч рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах? Давайте данную информацию мы занесем в таблицу и составим математическую модель. У нас с вами есть два объекта. Это два завода. Первый завод и второй завод. Какие у нас величины? Значит, у нас время работы в неделю. То есть время работы на каждом заводе. Дальше количество единиц товара, которые производятся. Оплата за один час работы. Здесь оплата за все время за неделю. Значит, у нас написано, что если рабочие на одном из заводов трудятся суммарно t квадрат часов, то есть у них время одинаковое, то за эту неделю они производят t единиц товара. Я обозначу, пусть время работы на первом заводе будет x часов. Тогда количество единиц товара, который производится, это будет корень из x. На втором заводе пусть будет y часов. Тогда количество единиц товара, которое будет производиться, будет корень из y. Антон на первом заводе платит рабочему 250 рублей. Тогда за x часов он ему заплатит 250x рублей. На втором заводе он рабочему платит за один час 200 рублей. Тогда за y часов он ему заплатит, соответственно, 200y рублей. Какое количество товара у нас, соответственно, он произведет за неделю суммарно? Это корень из x плюс корень из y. То есть мы с вами составляем функцию, потому что нам нужно как раз исследовать эту функцию. Какое наибольшее количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах? То есть сейчас у нас возникла функция двух переменных. Корень из x плюс корень из y. И нам нужно, чтобы эта величина была наибольшей. То есть принимала наибольшее значение. Но так как функция двух переменных, а нам надо, чтобы была функция от одной переменной, значит, нужно увидеть условие, где с помощью данного условия мы выразим одну величину через другую. Какое это условие? За неделю Антон выделяет 900 тысяч рублей. То есть получается оплата рабочих наша за неделю, она будет следующая. 250х плюс 200у и равно 900 тысяч. Ну давайте поработаем с этим равенством. Поделим все на 10 сначала. Получается 25х плюс 20у и равно 90 тысяч. Теперь мы все поделим на 5. Это будет 5х плюс 4у и равно 18 тысяч. Ну и выразим отсюда у через х. 4у равно 18 тысяч минус 5х. И отсюда у равен 18 тысяч минус 5х и делим на 4. У нас получается, что наше у равен 17 тысяч мы делим на 4. Это будет 4500. 5 мы делим на 4. Это будет 1,25х. То есть вот мы выразили с вами у через х. И вот это выражение мы с вами подставим нашу функцию. То есть у нас уже получается функция от одной переменной. Это будет корень из х плюс корень из 4500 минус 1,25х. И вот эту функцию нам нужно исследовать на наибольшее значение. К этому мы вспомним нашу производную. Что наибольшее и наименьшее значение функция принимает на концах промежутка или в критических точках. Поэтому наша задача нам нужно однозначно сейчас найти производную данной функции. Мы видим, что производная сумма равна сумме производных. Корень из х мы можем представить как х в 1,2. И нам нужно найти производную от этой функции. Корень из 4500 минус 1,25 мы тоже представим как 4500 минус 1,25х. Все это в степени 1,2. И мы находим производную. Мы знаем, что производная сумма равна сумме производных. Это будет 1,2 на х в степени 1,2 минус 1. А здесь, соответственно, плюс 1,2. Мы умножаем. Аргумент этот пока в скобке. Мы его оставляем. Минус 1,25х в степени 1,2 минус 1. И еще умножаем на производную нашей этой внутренней функции. Так называемый довесок мы его назовем. 4500 минус 1,25х штрих. У нас получается 1 поделить на 2 корня из х. Здесь у нас получается производная от 4500 минус 1,25. Это будет минус. Тут 1,25 поделить на 2 корень из 4500 минус 1,25х. Приведем к общему знаменателю. Общий знаменатель у нас. Первое выражение домножим на большой корень из 4500 минус 1,25х. А второе мы домножим, соответственно, на просто корень из х. У нас получается корень из 4500 минус 1,25х минус 1,25х мы умножаем на корень из х. Ну а наш знаменатель, соответственно, это 2 корень из х и на корень из 4500 минус 1,25х. То есть вот это наша производная. Теперь нам нужно приравнять производную к нулю. Мы знаем, что дробь равна нулю тогда, когда числитель равен нулю. Поэтому мы приравниваем числитель к нулю. У нас получается корень из 4500 минус 1,25х. Ну я 1,25х представлю опять как 5 четвертых. Мне так удобнее. Корень из х и равно нулю. У нас получается тогда, что 4 на корень из 4500 минус 1,25х будет равно 5 корней из х. У нас получилось иррациональное уравнение. Для того, чтобы избавиться от корня, мы возведем в квадрат. 4 в квадрате – это 16. Мы умножаем на 4500 минус 1,25х. 5 в квадрате – это 25х. Мы получили линейное уравнение. Раскрываем скобки. 16 умножить на 4500 у нас получается 72000. Далее 16 мы умножаем, соответственно, на 1,25. У нас получается 20, то есть минус 20х и равно 25х. Перетаскиваем 20х справа и запишем справа налево. У нас будет 45х равно 72000. Ну и теперь, чтобы найти х, мы 72000 делим на 45. У нас получилось, что х равен 1600. Значит, х – это столько часов мы, соответственно, работали на первом заводе. Нам нужна величина корень из х. Поэтому корень из х – это значит, будет корень из 1600. Это будет 40. То есть вот это 40 у нас пойдет сюда. Теперь наша задача, соответственно, найти у. Наше у в результате – это 4500 минус 1,25х. Вместо х 1600 у нас получится 4500 минус 1,25 умноженное на 1600. Получаем, что это 4500 минус 2000. Значит, у у нас равен 2500. Но нам-то надо корень из у. Поэтому корень из 2500 у нас получается 50. Поэтому 50 мы подставляем с вами сюда. Тогда какое же наибольшее количество единиц товара мы можем с вами произвести? Значит, у нас значение нашей функции f от x, y равно 40 плюс 50. Итого 90 единиц товара. Это и есть наш ответ. Записываем. Ответ. 90 единиц товара. И за это задание на экзамене вы получаете максимально 2 балла. Чего я вам желаю. Продолжение следует... Продолжение следует...